За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали, и снабитую сумой возвращались домой. В долгом времени аль вскорий приключилося им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали, отродяся, не видали. Стали думать догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот, как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор, и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под синяк. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит, и, облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй, вы сонные тетери, отпирайте брату двери. Под дождем я весь промок с головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлившись, сказал, «Всю я ноченьку не спал. На моё ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот ливня и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно. Впрочем, всё благополучно». Похвалил его отец, «Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно, сослужил мне службу верно. То есть, будучи при всём, не ударил в глаз, в грязь с лицом. Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошёл сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала. Дрожь на малого напала. Зубы начали плясать. Он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро. Он крыльцу. «Эй, вы, Сонни, что вы спите? Брату двери отоприте». Ночью страшный был мороз. До животиков промёрз. Братья двери отворили. Караульщика впустили. Стали спрашивать его. Не видал ли он чего? Караульщик помолился. Вправо-влево поклонился. И сквозь зубы отвечал. «Всю я ноченьку не спал. Так в моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный. До сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно. Впрочем, всё благополучно». И ему сказал отец. «Ты, Гаврила, молодец!» Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведёт. На печи в углу поёт. Из-за всей дурацкой мочи. Распрекрасные вы очи. Братья, ну ему пенять! Стали в поле погонять. Но сколь долго не кричали, Только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошёл к нему отец. Говорит ему. «Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, Дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает. Малахай свой надевает. Хлеб за пазуху кладёт. Караул держать идёт. Ночь настала. Месяц сходит. Поле всё Иван обходит. Озираючись кругом. И садится под кустом. Звёзды на небе считает. Да краюшку уплетает. Вдруг о полночь. Конь заржал. Караульщик наш привстал, Посмотрел под рукавицу И увидел кобылицу. Вся, как зимний снег, бела, Грива в землю золотая, В мелкие кольца завитая. Эй-эй-эй! Так вот какой наш воришка! Но постой! Я шутить ведь не умею. Разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у луча Кобылица подбегает. За волнистый хвост хватает И садится на хребёт, Только задом наперёд. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И упустилась, как стрела. Вьётся кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой аль обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, Коль умел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, Да ухаживай за мною, Сколько смышлишь, Да смотри, По три утренней зари, Выпущай меня на волю, Погулять по чисту полю, По исходе же трёх дней, В дух рожу тебе коней, Да таких, Каких поныне, Не бывало и в помине. Да ещё рожу конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Двух коней, Коль хош, Продай, Но конька не отдавай, Ни за пояс, Ни за шапку, Ни за чёрную, Слышь, бабку. На земле и под землёй, Он, товарищ, будет твой, Он зимой тебя согреет, Летом голодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду мёдом напоит. Я же снова выйду в поле, Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, И в пастущий балаган Кобылицу загоняет. Дверь рогожей закрывает, И лишь только раз свело, Отправляется в село. Напевая громко песню, Ходил молодец на пресню. Вот он сходит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что из силы в дверь стучится, Чуть что кровля не валится, И кричит на весь базар, Словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, Заикась, если вскричали, Кто стучится сильно так? Это я, Иван-дурак. Братья двери отворили, Дурака в избу впустили, И давай его ругать, Как он смел их так пугать. А Иван наш, Не снимая ни лаптей, Ни малахая, Отправляется на печь, И ведет оттуда речь, Про ночное похождение. Всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, Звезды на небе считал, Месяц ровно тоже светил, Я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, С бородою и с усом. Рожа словно как у кошки, А глаза-то, что теплошки. Вот и стал тот черт скакать, И зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею. И вскочи ему на шею, Уж таскал же он, таскал, Чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах, Слышь, держал его, как в жомах. Бился, бился мой гетрец, И взломился, наконец, Не губи меня со света, Целый год тебе за это, Обещаясь смирно жить, Православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, Да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, Позевнул и задремал. Братья сколько ни терчали, Не смогли, захохотали, Ухватившись под бока, Над рассказом дурака. Сам старик не смог сдержаться, Чтоб до слез не посмеяться, Хоть смеяться, так оно, Старикам уж и грешно. Много времени Альмала С этой ночи пробежала. Я про это ничего Не слыхал ни от кого. Ну, да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело? Ведь за ними не бежать, Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз Данила, В праздник помнится, То было, Потянувшись зельно пьян, Натащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней, Золотогривых, Да игрушечку конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Ммм, теперь-то я узнал, Для чего здесь дурень спал, Говорит тебе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот бы Данила в дом бежит, И Гавриле говорит, Посмотри, каких красивых Двух коней золотогривых Наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал. И Данила договорила, Что в ногах их мочи было. По крапиве примыком, Так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, Починивши оба глаза, Потирая здесь и там, Входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, Очи яхонтом горели. В мелкие кольца завитой, Хвост струился золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Люба дорого смотреть, Лишь царюб на них сидеть. Братья так на них смотрели, Что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал, Старший среднему сказал. Но давно уж речь ведется, Что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, Так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу Отведем-ка их в столицу, Там боярам продадим, Деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, И попьешь, и погуляешь, Только хлопни по мешку. А благому дураку Не достанет ведь догадки, Где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям, Но, приятель, по рукам. Братья разом согласились, Обнялись, перекрестились И вернулись домой, Говоря про меж собой, Про коней и про пирушку, И про чудную зверушку. Время катит чередом, Час за часом, День за днем, И на первую седмицу Братья едут в град столицу, Чтоб товар свой там продать И на пристани узнать, Не пришли ли с кораблями Немцы в город за холстами, И не идет ли царь-салтан Васурманить христиан. Вот иконам помолились, У отца благословились, Взяли двух коней тайком И отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, На ночлег иван собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку, да поет. Вот он поле достигает, Руки в боки, Подпирает, И с прескочкой, Словно пан, Боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, Но коней, Как не бывало, Лишь игрушка-горбунок, У его вертелся ног. Клобал с радостью ушами, Да приплясывал ногами, Как завоет тут Иван, Опершись о балаган. Ой, вы, кони, бурый сивый, Добрый кони, златогривый, Я ль вас, други, не ласкал, Да какой вас черт украл, Чтоб пропасть ему собаки, Чтоб издохнуть в буерраке, Чтоб ему на том свету Провалиться на мосту. Ой, вы, кони, бурый сивый, Добрый кони, златогривый, Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, Но могу помочь, я горю. Ты на черта не клепли, Братья коников свели. Ну да что болтать пустое, Будь, Иванушка, в покое. На меня скорее садись, Только знай себе держись. Я хоть росту небольшого, Да сменю коня другого, Как пущусь, да побегу, Так и беса на стягу. Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, Уши в загребе берет, Что есть мочешки, ревет. Горбунок конек встряхнулся, Встал на лапки, встрепенулся, Хлопнул гривкой, захрапел, И стрелою полетел. Только пыльными клубами Вихрь рвился под ногами, И в два мига, коль не в миг, Наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, Зачесались и замялись, А Иван им стал кричать, Стыдно, братья, воровать. Хоть Ивана вы умнее, Да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал. Старший корчись, Тут сказал, Дорогой наш брат Иваша, Что переться, дело наше, Но возьми же ты в расчет Некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем, А кули не урожай, Так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намедничнюю ночь, Чем бы горюшку помочь. Так и этак мы вершили, Наконец вот так решили, Что продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев, А в спасибо молвить к слову, Привезти тебе обнову. Красную шапку с позвонком, Да сапожки с каблучком. Да к тому же старик не может, Работать уже не может. А ведь надо ж мыкать век, Сам ты умный человек. Ну коль этак, Так вступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня, Да возьмите ж и меня. Братья больно покосились, Да нельзя же согласились. Стало на тебе темнеть, Воздух начал холодеть. Вот чтоб им не заблудиться, Решено остановиться. Над навесами ветвей Привязали всех коней, Принесли с ясным лукошком, А похмелились немножко. И пошли, что Божий даст, Кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, Что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул Левым глазом, подмигнул, И прикашлянул легонько, Указав огонь тихонько. Тут затылки почесал. Эх, как темно, он сказал. Хоть бы месяц этак в шутку К нам проглянул на минутку. Все бы легче. А теперь, Право хуже мыть птетерь. Да постой-ка, Мне сдается, Что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, Так и есть, Вот бы курева развесть. Чудо было б. А послушай, Побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, У меня ни огнива, Ни кремня. Сам же думает Данила, Чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, Кто опять знает, Что горит, Коль станичники пристали, Поминай его, как звали. Все пустяк для дурака, Он садится на конька, Бьет вкруты бока ногами, Теребит его руками. Изо всех горланец сил Конь взвелся, И след простыл. Буду, буди с нами, Крест на сила, Закричал тогда Гаврила, Огородясь крестом святым. Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, Светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, Но не греет, Не дымится. Диву дался тут Иван. Что сказал он? За шайтан. Шапок спять найдется свету, А тепла и дыма нету. Эка, чудо-огонек, Говорит ему конек. Вот уж есть чем удивиться, Тут лежит перо, Жар птицы, Но для счастья своего Не бери себе его. Много-много непокоя Принесет оно с собой. Говорит и, Как не так? Про себя ворчит дурак, И, подняв пирожа птицы, Завернул его в тряпицы. Тряпки в шапку положил, И конька поворотил. Вот он к братьям приезжает, И на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, Пень горелый увидал. Уж над ним я бился-бился, Так что чуть не надзадился. Раздувал его я сейчас, Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, Над Иваном хохотали, А Иван под воз присел, Вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали, И в столицу приезжали. Становились конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает, Городничий выезжает. В туфлях, в шапке меховой, Сотни стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, Длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит, Громкий голосом кричит. Гости, лавки отпирайте, Покупайте, продавайте, А над сморщиком сидеть, Подли лавок и смотреть, Чтобы не было садому, Ни довежа, ни погрому, И чтобы никой урод Не обманывал народ. Гости, лавки отпирают, Люд крещеный, закликают, Эй, честные господа, К нам пожалуйте, сюда, Как у нас летары, бары, Всякие разные товары. Покупальщики идут, У гостей товар берут, Гости денежки считают, Да над смотрищиком мигают. Между тем городской отряд Приезжает в конный ряд, Смотрит давка от народу, Нет ни выходу, ни входу. Так кишмявот и кишат, И смеются, и кричат. Городничий удивился, Что народ развеселился, И приказ отряду дал, Чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, Прочь дороги, прочь дороги!» Закричали усачи, И ударили в бечи. Тут народ зашевелился, Шапки снял и раступился. Перед глазами конный ряд, Два коня в ряду стоят, Молодые, вороные, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост труица золотой. Наш старик, Сколь бы, сколь ни был пылок, Долго тер себе затылок. Чуден молвил, божий свет, Уж каких чудес нем нет! Весь отряд тут поклонился, Мудрой речи подивился. Городничий, между тем, Наказал, пристроив всем, Чтоб коней не покупали, Не зевали, не кричали, Что он едет ко двору, Доложит о всем царю. И оставив часть отряда, Он поехал для доклада. Приезжает во дворец, «Ты помилуй, царь-отец!» Городничий восклицает, И всем телом упадает, «Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить!»